Всем доброго времени суток. Данное видео будет по игре, которую мне зареквестили на одном из стримов, за донат. Игра называется Looney Tunes Ship Rider, или Ship Dog and Wolf. У нас в России она частенько встречалась под названием Волка в цене собака, или что-то в этом роде. Раньше я лишь изредка слышал об этой игре, но сам ни разу не пробовал. Основана она на короткометражках про Волка Ральфа и собаки Сэма. Первый хочет украсть овец, второй их охраняет. И да, Ральф это отдельный персонаж от Койота Вайли. У Койота нос черный, а у Волка красный. Кузен Ральфа, кстати, появился в качестве камео в одной из серий. Сам сериал это типичный Looney Tunes, стонный слабстик юмора. Большинство эпизодов ничем особо не выделяется на фоне других подобных. Видимо, поэтому про них и нынче никто и не вспоминает. Однако один момент меня все же позабавил. Ральф и Сэм – соседи и друзья. Каждый эпизод начинается с того, что они оба просыпаются, собираются и идут на работу. Один воровать, другой охранять. Ральф и Сэм – Сэм – Сэм – Сэм – Сэм. В обеденный перерыв они спокойно отдыхают и покуривают трубки, а в процессе работы лупцуют друг друга, что есть мочи. Под конец рабочего дня они сдают смены другим волку и собаке и спокойно возвращаются домой. К примеру, в одном из эпизодов они вместе савтракали и пили чай, а в другом вообще была феноменальная концовка. Такие вот житейские отношения добавляли своеобразного шарма этому дуэту. Но давайте перейдем к игре. Начинается она как раз в конец рабочего дня этой парочки, когда они расходятся по домам. Ральф приходит домой и начинает щелкать каналы по телеку, как вдруг к нему врывается Даффи так и говорит, что запустил новое шоу под названием «Овца, собака и волк». Даффи предлагает Ральфу поучаствовать в нем, и тот соглашается. По сути, вам предстоит выполнить 15 испытаний, ну плюс тренировочные пара секретных, которых вам надо стырить одну овцу, избегая зоркого взгляда Сэма, и отнести ее в указанное место. То есть по факту перед нами трехмерный платформер с элементами пазла и стелса. Ральф может бегать, прыгать, красться и использовать различные гаджеты. Например, ракету для полета, динамит для ликвидации препятствий, фен для того, чтобы растопить лед, вентилятор, чтобы двигать плод, зонтик для плавного падения, ну и так далее. Некоторые предметы нужно умело совмещать. Например, подуть вентилятором на бутыль с духами, чтобы их учуяла овца и пошла к вам. В начале каждого уровня камера делает большой пролет по всей локации, чтобы игрок мог привыкнуть и понять, что, где и зачем. Далее вы вольны делать, что хотите. Сэм будет стоять возле овец и смотреть в разные стороны. Если вы войдете в поле зрения Сэма, то справа появится окошко с его мордой, показывающее, куда он смотрит относительно вас. Если окно зеленое, то он вас не видит и не слышит. Если оранжевое, то он вас пока не видит, но может услышать, если вы не будете осторожны. Ну а если красное, то он вас заметил, и вам стоит как можно быстрее оттуда ретироваться. С каждым новым уровнем Сэм становится все более агрессивным и осторожным. Например, в одном из уровней можно с помощью флейты загипнотизировать Сэма и увезти его в ловушку, где ему на голову упадет булыжник. А уже в следующем уровне, при попытке повторить то же самое, окажется, что Сэм вставил себе затычки в уши. Овец можно незаметно уводить, как и у него, из-под носа, если есть возможность, конечно, или приманивать за собой. Чтобы избегать гнева Сэма, можно также прятаться за камнями или в кустах. И не бойтесь, если Сэм вас вдруг настигнет. В игре нет ни счетчика жизни, ни таймера. После неудачи вы тут же появитесь где-нибудь неподалеку. Так что пробовать можно сколько угодно раз. Помимо овец, на каждом уровне есть спрятанные часы, активируя которые можно собирать бонусные очки, чтобы в основном меню открыть всякие ништяки вроде концепт-артов. Само меню, кстати, оформлено в виде студии записи, где в качестве зрителей сидят персонажи Луни Тьюнс. Эти персонажи, кстати, вам будут попадаться и по ходу игры. Некоторые, как, например, Порки, будут вам помогать. А другие, как, например, Бык Торо или Дорожный Бегун, только мешать. Игра, кстати, наполнена мультяшным юмором, как я думаю, вы заметили. То на мини взорветесь, то в льдышку превратитесь, то в стену впишетесь, то в овцу переоденетесь. В техническом плане особых придирок к игре у меня нет. Управление понятное, отзывчивое, Ральф бегает и прыгает беспрекословно. Графика для PlayStation 1 очень даже хороша, хотя модельки персонажей иногда выглядят весьма страшновато. Но это уже ограничение железа. Озвучка в игре есть, а она радует. Насколько я понял, всех персонажей озвучивали те же актеры, что и в мультике. Из минусов в игре можно записать разве что местами долбанутую камеру и музыку, которая, сугубо на мой взгляд, не совсем подходит игре. Еще по ходу игры я встречал парочку забавных глюков, но в целом ничего серьезного. Если честно, я не любитель пазл платформеров, но эта игра меня зацепила, и при первом запуске я протолчал за ней, наверное, около двух часов. А что, геймплей хорош, загадки не сказать, что сложные, хотя репу почесать заставит. Юмор есть, да и сама идея веселая и интересная. Лично от себя я бы поставил игре, ну, наверное, 8 баллов из 10. И порекомендовал бы ее любому геймеру, даже тому, кто в подобные игры вообще не играет. К тому же игра подойдет как для взрослых, так и для детей. Спасибо тебе, Манол, за выбор хорошей, интересной, и главное, неизвестной мне игрушки. Ну и за донат тоже, само собой. Ну а на сегодня все. Как обычно, оставляйте комментарии, рассказывайте о канале друзьям. Если есть возможность и желание, поддержите его, ссылки в описании. Всем спасибо за внимание. До скорых встреч!